Добрый день всем! Меня зовут София Веников. Я хочу вам рассказать, что у нас сегодня начинается проект, который называется «Обзор по книге Пазл Илюши». И с нами сегодня в гостях автор этой замечательной книге. Вот эта книга сегодня со мной. Я очень люблю ее. Хочу немножко вам рассказать о нашем авторе. Это очень удивительная женщина. Ее зовут Ольга Нищенко. Хочу рассказать, как я с ней познакомилась. Я не верю, что бывают случайности. Я вот верю, что всегда есть какой-то смысл и что это не просто так. И очень интересно, я когда со своим мужем отдыхала во Флориде с детками, и мне звонок. Смотрю, написано «Ольга Нищенко». И мне так стало интересно. Думаю, вау, неужели ко мне звонит такой интересный человек? Я немножко уже о Ольге слышала. Мы с мужем переехали из штата в Калифорнии, Сакрамето, в Южную Каролину 10 месяцев назад. И для нас все здесь новое было. У нас здесь пока что нет родственников, но, слава Богу, есть очень много друзей, есть церковь, куда мы ходим. И мы иногда уже на Вайбере, на группе видели, что есть такой проект «Пазл Илюши». И нам очень было интересно с мужем, что же это такое за проект, что за пазл, о чем это. Мы понимали, что это как-то связано с детками. Мы видели, на группе часто они выставляли информацию, что у них проходят разные мероприятия интересные. Что у вас за мероприятия проходили? Расскажите нам, Ольга. София, я хочу, друзья, хочу всех поприветствовать и хочу тебя поздравить, потому что я знаю, это твой первый раз, первый личный эфир, твой новый проект. Честно поздравляю. И я верю, я послужила в этом. Я очень-очень за тебя рада, очень за тебя рада. Я тоже рада, очень переживаю. Да, и тем более мы ещё начали такой проект, который трогает моё сердце очень близко. Это книга «Пазл Илюши». И знаешь, за три года я очень много слышала отзывов, но поговорить лицом к лицу, вот так, с человеком, который ещё, друзья, посмотрите, сколько закладочек здесь в этой книге. Я, честно сказать, жду с нетерпением этой беседы. А что мы делали в проекте «Пазл Илюши» София? Это был проект, это был временный проект, потому что мы ещё до конца не понимали, что мы делаем. Даже вот это можно назвать проект, потому что мы ещё не знаем, что из этого родится. А мы можем ожидать одно, может родиться другое. Но именно проект «Пазл Илюши» у нас родился в прошлом октябре, ровно год назад, когда мы познакомились с Машей Балтенко, но он родился ещё чуть-чуть до этого. Как бы Маша была в таком состоянии, она рассказывала где-то год до этого, она хотела делать какое-то служение особым деткам уже, да. А в это время я еду в Южную Каролину, читаю другие люди мои книги, и одна из женщин из Сибири говорит, собери, конференцию сделай, конференцию для семей с особыми детками, назови её «Пазл Илюши». Я так думаю, серьёзно? Я только приехала в этот штат, у меня нет ни одного знакомого человека. А где я, тем более, этих родителей найду, плюс здание, плюс подарки, ты понимаешь, конференция, да? Я говорю, почему «Пазл Илюши»? И она говорит, потому что вот эти семьи, вы когда сойдёте все вместе, у кого особые детки, вы дополните друг друга. Как Маша говорила, у каждого из нас есть своя история, а мы каждая «Пазл Илюши», ну, когда мы вместе сходимся, мы дополняем. И потом мы уже с Машей организовали этот Christmas event, и вот так оно пошло-пошло, но в настоящее время мы эту программу, этот проект «Пазл Илюши» уже переименовали, ты знаешь, как? Как переименовали, да? «Жизь с особым ребёнком», да. Большая балка. Ну, вот это ты увидела, что бенкало «Пазл Илюши», «Пазл Илюши». Да, это был проект, и есть книга. Сегодня мы пойдём по книге, я очень рада, очень тебе благодарна, спасибо тебе. Да, и мы вот с мужем видели, и нам было очень интересно. Мне всегда были близки к сердцу вот особенные детки, или детки из детских домов, у меня тоже был большой опыт в этом служении в Украине, когда я была. И меня это очень всегда трогало. Ну, вы знаете, как-то вот переехали сюда, суета, и как-то мы всю эту встречу отлаживали, и мы не приходили в центр. Мы уже знали, что скоро откроется центр. Open Heart – это открытое сердце. Нам было интересно, что же это за центр, что там будет. И вот перед самым открытием мне звонит Ольга Онищенко. Я думаю, вау, это интересно. Я так всё время хотела как-то познакомиться, и не знала, как. И мне уже этот человек сам звонит. Думаю, ну это, наверное, уже точно от Бога. И она мне позвонила, попросила там некоторую помощь. И я согласилась помочь. И для меня это была, вы знаете, такая привилегия. Как бы я очень люблю помогать, служить. И я понимала, что это не просто так. Я согласилась, пришла к ней домой. И вы знаете, перед тем, как прийти к Ольге домой, буквально за день до этого, я очень люблю читать книги. И у меня такая мысль, какую же следующую книгу я буду читать. И вроде бы так много книг у меня было, какие я хотела читать. И просто всё вылетело с головы, и я забыла. Я поняла, что нужно всё записывать. И прихожу к Ольге, и когда мы уже с ней прощались, я уходила домой. И Ольга меня спрашивает, «София, ты хочешь, я тебе подарю свою книгу?» Вы представляете? Мне автор дарит свою книгу. И для меня это был просто ответ от Бога. Я хотела книгу читать, и вот эта книга. Я думаю, я буду, значит, её читать. Я не знала, какую. И я была очень благодарна. Я впервые читаю книгу автора, которого я знаю лично. Это было очень интересно. Поэтому эта книга, она настолько меня захватила. И я старалась каждый день её читать. Я, к сожалению, не могла её читать быстро, так как у меня двое маленьких деток. И когда вот детки мои игрались на улице, это время для меня было такое, знаете, особенное. В это время я ничем больше не занималась. Я вот брала эту книжечку в руки и читала. Иногда могла только одну главу прочитать, иногда больше. Но хочу сказать, когда я уже заканчивала читать книгу, вот просто хотите, верьте, хотите, нет. Я эту книгу читала до 4 часов утра. Потому что я понимала, что днём я опять смогу прочитать одну или две главы. А мне уже сильно так хотелось узнать до конца, что же там будет, чем она закончится. Очень было интересно. И меня сразу уже эта книга вот привлекла не только своей обложкой, но мне очень понравилось, что здесь было написано. «Жизнь — это пазл», о чём уже Ольга говорила, да, о вашем проекте «Пазл Илюши». «Никогда не знаешь, какая картинка сложится. Тебе кажется, что вот и конец жизни, а на самом деле это только её начало». Настолько такие глубокие мысли. Я думаю, что эти мысли не просто так пришли. Человек должен был что-то очень серьёзное пережить в своей жизни, правда? И понять. И понять. Да. Ольга, ну что же вас побудило написать эту книгу? Что вот было таким самым главным мотиватором, чтобы вы решили такое сделать? Это ваша первая книга. Да, Софиечка, хочу сначала тебе сказать, что спасибо тебе огромное, что ты её прочитала. Потому что я понимаю, в наше время люди настолько заняты. Некоторые, я даже уже говорю, у вас есть время прочитать. Если хотите, подарю. Если нет времени, нет. Зачем её брать? Я тебе очень благодарна, что ты почитала её. Ты уделила своё время, ты своё сердце туда вложила. И ты не только её прочитала, но у нас родился проект. У нас родилось даже какое-то служение, можно сказать. Мы ещё не знаем, чем это всё закончилось. Хочу добавить насчёт этой книги. Это какая-то особенная книга. А знаете, чем она особенная? Потому что в ней настолько видно, что вот человек, который я писал, что у этого человека были особенные отношения с Богом. И это вот просто проходит через всю книгу. И иногда вот читая эту книгу, ты думаешь, ну вот-вот, наверное, человек начнёт роптать, вот-вот он, возможно, упадёт. Но нет, как бы с Богом человек и шёл до конца. И эта книга, настолько она была интересна, что даже моим деткам было очень интересно. У меня маленькие дети, сыну 5 лет вот исполнилось пару дней назад, и девочке будет в феврале 4 годика. Они ещё не умеют меня читать, но они меня всегда видели с этой книгой. И они подбегали постоянно ко мне, когда я была на улице, и спрашивали, мама, что ты читаешь? Я немножко рассказывала об этой книге, и им очень было всегда интересно слушать. И они уже настолько познакомились с этой книгой, что даже у моих детей уже были вопросы насчёт этой книги. То есть это коснулось не только моего сердца, но даже этих маленьких сердец эта книга уже начала как-то тоже касаться. Знаешь, я тоже Аман познакомилась с одним человеком из России. У них была такая же ситуация у девочки. И говорит, жена никогда не хочет об этом говорить, не может. А говорит, я когда услышал ваше свидетельство, я так сначала подумала, что он там говорит, как можно об этом говорить. Но он даже сегодня написал этот отзыв. Если не против, я даже прочитаю. Да, конечно. Он написал, потому что я опять поделилась тем, что наша книга, делитесь. И я хочу, чтобы её читали. И не только читали, но чтобы людям сердце исцелялось. Послушаю, что он написал. Это именно человек написал, у кого точно так же, с такой же проблемой, у ребёночек. И он написал, что Ольга... Пока ваша Ольга ищет, я хотела ещё сказать, кто нас слушает, мы вас также приветствуем. Очень рады, что вы с нами. Кто потом ещё будет смотреть и слушать. Если вы имеете какие-то вопросы, вы можете их писать, комментарии. И мы в конце, когда уже будем заканчивать нашу беседу, мы сможем прочитать эти комментарии и вопросы тоже постараемся ответить на них. Посмотри, что он... И он попросил, и я ему отослала аудиокнигу. У меня на YouTube есть аудиокнига. Я написала, прослушала в 2019 году после смерти дочери наша беда в том, что мы остаёмся один на один с потерей. Ольга же заговорила об этом. Это трудно, но говоря об этом, ты получаешь свободу. Я считаю, это очень правда, потому что, когда ты начинаешь об этом говорить, получаешь свободу. Вопрос, когда ты меня задала, почему я написала эту книгу, да? Первая ли эта книга ваша, или у вас ещё есть книга? Это первая книга. Хочу открыть секрет, что в настоящее время я работаю над книгой Пазл Малюши в детском формате. София, я уже над этим год работаю, у меня уже рисунки всё нарисованы. Это здорово, потому что детям очень интересно. Может, ты мне в этом поможешь, чтобы просто буквально два дня её надо выпустить, но я не успеваю. Но именно на детском языке я сделала ту же книгу. И третью пишу тоже. Дай Боже, чтобы я это писала, Пусть был Русалли, это очень нелёгкий труд, кто пишет книги, я думаю, он хорошо понимает. И вообще-то ещё одну начинала, но так и не дописала. Это очень непросто. Но вопрос, почему я писала, потому что, когда болел ребёнок, он родился с очень больным сердечком, и мы никогда не знали, выживет он или не выживет, но как родители хотят, чтобы ребёнок жил. И я помню, я говорила, Господи, я же из верующей семьи, я верю в исцеление, я знаю, что Бог живой, я просто никогда не сталкивалась с этим. Я говорила, Господи, если Ты исцелишь, я всему миру расскажу. Я пообещала Богу, я как бы дала какой-то обед. И я помню уже, знаешь, были моменты, когда я могла ребёнка держать на руках, а были моменты, когда я просто сидела, потому что он был или в вызванной коме, или он был настолько слаб, что он спал, или он был настолько слаб, что он даже не мог открыть глазки, или же если бы я брала его на руки, у него бы очень сильно слабо работало сердце. Как бы были моменты, которые были не сейв, не безопасно брать его на ручки, поэтому я просто сидела. И были моменты, когда я просто читала Библию, но в последнее время я уже записывала, потому что перед следующей операцией, следующей операцией я всё надеялась на вот эту победу, на исцеление. И я записывала. И знаешь, София, когда всё-таки не произошло то, чего я ожидала, у меня было много чего записано. Но честно сказать, я не думала, вообще не думала, что я буду писать книгу. Я просто её записывала, потому что я такой человек. Я живу с ручкой бумагой, знаешь, как-то так мыслю. Но, когда уже всё вот это закончилось, я увидела моих соседей, они говорят, Оля, пиши книгу. Потому что если... Ты почувствовала уже поддержку со стороны других людей. Они просто, они понимали, они уже потом говорили, если ты не выговоришься, ты можешь с ума сойти. 85% браков рушатся. И ты понимаешь, что вот это, вот на процесс написания книги, я только потом начала понимать, это был процесс моего исцеления. Как длинный очень путь. Длинный, но исцеление может проходить по-другому, по-разному. Но именно это был процесс моего исцеления. И когда мне сосед сказал, Оля, пиши книгу, ещё они сказали, соседка, они на пенсию учителя, они сказали, мы тебе поможем. Меня долго упрашивать не надо было, потому что вот здесь, вот здесь я была готова. Я же часто говорю, если бы они знали, что эта помощь будет длиться 7 лет, и не знаю, если бы они это мне пообещали. И вот именно это были первые из первых наставников моей жизни, что я очень сильно обсудила. Я думаю, это очень здорово иметь наставников. И хочу сказать, что Оля, она не просто является автором книги, она также является и наставником. И я хочу сказать, что она является этим наставником и лично для меня. И это очень здорово иметь таких людей рядом, потому что иногда мы думаем, что нам никто не нужен, мне и так хорошо, я всё знаю, но это не так. Каждому человеку нужен наставник, начиная уже с детства. Ребёночек рождается, и ему нужны родители. А родители кто они? Они тоже наставники, они же учат, научают. И всю жизнь мы имеем этих наставников, правильно? Правильно. Когда мы идём в школу, в институт. Но, к сожалению, почему-то люди постарше, они как-то вот иногда думают, что им не нужен наставник. Я думаю, что любому человеку нужен просто этот наставник. Я очень рада, что в моей жизни так вовремя появился такой наставник. И прочитав даже просто книгу, я столько для себя увидела и уроков разных, полезных. И она настолько меня это вдохновила, книга. Вы знаете, я просто не могла успокоиться. Меня настолько переполняли эти и эмоции, и мысли. И, как уже Ольга показывала, у меня столько здесь закладочек. Но у меня эта книга, я ещё ни одну книгу так не порисовала. Ты, Оля, конечно, извини. Но я просто эту книгу сидела и читала с карандашиком. Я просто подчёркивала все эти мысли, предложения, фразы. Настолько оно было близко к моему сердцу. Вы знаете, я, слава Богу, не переживала такие серьёзные трудности, какие были у Ольги с её мужем Олегом. Но насколько эта книга мне поможет, помогла понять какие-то свои моменты, что я чего-то не понимала в жизни. И больше всего я была благодарна. Я начала понимать немножко, совсем чуть-чуть, жизнь таких родителей, как вы, через что вы проходите. Немножко заглянула, так сказать, что происходит вообще в больницах. Какой там большой труд. И, Ольга, нам очень интересно, чтобы вы немножко рассказали вообще о себе, о своём детстве, откуда вы родом. Всегда ли вы жили в Америке, где вы родились? Расскажите, всем очень интересно узнать. Спасибо, София. Хочу вернуться в тот момент, когда буквально было месяц назад, и ты подходишь ко мне и говоришь, Ольга, мне так хотелось с вами поговорить. Вы всегда настолько заняты. И да, это правда, потому что мы открыли центр. И я, да, я очень занята, но честно сказать, София, мне вот это дороже, чем что-нибудь другое. Я тебе была очень благодарна, что ты умеешь быть открытой, что ты умеешь попросить, и что ты можешь слушать голос Бога в твоём сердце. Потому что люди боятся, и часто страх этот голос заглушают. И ты могла бы подумать, да, она там занята. Но для меня это настолько приятно. Как бы я не знаю, приятно ли мне будет это всё вспоминать и рассказывать, но я готова, я хочу. Но мне это приятно, это моё, это я, знаешь. Хочу тебе сказать спасибо. Будьте и дальше такой открытой. Слава Богу, что Бог находит близкие сердца по духу. Да, тебе хочется учиться, мне хочется учить. Да, но придёт момент, когда ты будешь учиться, у тебя следующий будет учиться. И вот мы заговорили о наставниках, а очень часто люди скромничают и додумают, а что же я могу там сделать. Но хочу сказать, чем больше ты изучаешь, чем больше ты узнаёшь, тем больше ты понимаешь, что я ничего не знаю. И ты уже, ты хоть и с одной стороны кто-то видит тебя как автором, человеком, стоящим на сцене, но в душе ты всё меньше и меньше становишься. Ты больше начинаешь понимать, насколько я завишу от Бога. София, я так сильно оценила всех людей, кто в моей жизни мне помогал. Сколько людей в нашей жизни, вот даже в нашем городе, ты знаешь, кто бы написал книгу? Немного. А когда я на конференциях спрашиваю, а кто хотел? Все понимают руки. Все боятся просто, они думают, что это... Это не только боятся, это нету правильного человека-наставника. Поэтому я же говорю, у меня вот большое желание сейчас поддержать человека, вот начать новую программу, начать писать книгу, потому что творчество, это не только творчество, это сколько людей даже написали стих, а боятся его прочитать. Нету человека, кто помог ему раскрыться. Поэтому, ну, коротко расскажу о себе. Спасибо, что ты спросила. Украина, ну, 43 года назад, Украина, мы, ну, там родилась Оля. И я помню, я... В каком городе вы родились? Украина? На Киевской области. Киевская область, поселок Ракитно, недалеко от Белой Церкви. Я внучка Александра Лапина и Петра Лысенко. Мои оба дедушки были пастыри. Папа, мама, с детства верующие, с 13 лет любили друг друга, но до 19 не говорили. У них была своя, такая скромненькая любовь. Но папа, мама, очень сильно любили друг друга. И верующие семьи поженились, и я третья дочь из 10 детей. 10 детей, да. В наше время это нередко встретишь. Да. И я помню, когда папа сильно хотел мальчика. Конечно же, каждый хочет 3, уже 2 дочери, третью хочет мальчика. Но родилась дочь. И он даже у медсестры говорит, вы серьезно, еще раз проверите, знаешь. И мой дядя даже, может, ты знаешь, моя тетя Таня, вот здесь Иванова, ее муж, он меня даже всегда называл почти мальчик. Вот всегда. Они с папой были друзья, и он знал, насколько папа хотел мальчика. И когда они приехали домой, если ты помнишь, там такая история, что ты приносишь ребеночка домой, но у тебя еще есть 10 дней, чтобы подумать и придумать имя. И придумать. Моя мама хотела меня назвать Оксаной или Наташей. Ты видишь меня, как Оксана и Наташей? Я уже прибыла к Ольге, я по-другому не представляю. А папа, вот даже можно сказать, это такое большое дело, назвать ребенка, да, я даже не знаю, обиделась на него. Как назовешь? Имя же тоже имеет большую роль, имеет свое значение. Да, представь, он поехал в город и приезжает, показывает маме сертификат, и написал, Оля. А она говорит, ты что, серьезно? Он ни с кем не советовался? Он хотел Оксану, мама хотела Оксану, Аташу, а он назвал Оля. А мама говорит, почему? Он говорит, ну, когда она будет и старенькая, ну, и молодая, всегда Оля будет красива. Знаешь, как бы, ну, потом, когда я уже писала книгу, я посмотрела, что же означает мое имя, это было святая, успешная и благословенная. Мне очень нравится последняя, благословенная. Да. Настолько радостно знать, что твое имя это благословение. Знаешь, когда мы читаем Библию, очень часто там имена давали евреи, и каждое имя несло за собой что-то или хорошее, или плохое. Ну, есть там такое, да? И даже, когда я начала писать книгу, я много обращала внимания на это, и я уже узнала, думая, что же означает имя моего мужа, а что же означает имя Илюши, Завида, Миши. Мне, когда уже проверяли книгу, говорили, это суеверие, ты это не пиши. Я думаю, почему-то суеверие, это так, наоборот, классно. Это же по Библии. Это как пророчество, издушение, да. Даже Бог переименовал, правильно? Было одно имя, человек менялся, и Бог тоже давал новое имя. Значит, это имело большое значение. Да, да, да. Ну, вот так я родилась, большую семью верующую, и когда у нас было четверо деток, папа сильно ударил правую руку, и со временем образовалась раковая опухоль, и он, короче, ну, я долго рассказывать не буду, но концерт. Мы не будем рассказывать все, потому что очень много написано в книге, поэтому у кого-то книга очень интересует, вам всегда можете ее почитать, и узнать больше все эти подробности. Да, но папа был инвалидом, и как бы я вырастала в семье, где отец инвалид, и можно сказать, я уже немножечко понимала эту сторону. Уже немножко столкнулась с этими трудностями. Сколько лет тебе было? Мне было, ну, четыре годика, да. Ну, Софеечка, когда мы вырастали, когда мы переезжали в Америку, когда папа, мама, боясь Бога, рожали, да, шесть детей, десять детей, отец без руки поднял всех нас, ты понимаешь? И когда вот у меня случается такое горе, я просто, я вырос в семье, где папа инвалид, но мама никогда не укорила его. Мама его очень сильно любила. Она тоже молилась, я помню, когда читала, что мама всегда молилась. Да. Такой пример был большой. Да, и как бы я не видела вот этого ропота. И можно сказать, мы же верующие, святые люди. Почему это случается, да, вот у моего дедушки были проблемы, у бабушек были проблемы, у всех верующих людей что-то где-то происходит. И когда я уже столкнулась с этим, со мной были рядом родители, которые все-таки могли меня поддержать. Потом я вырастала, вышла замуж, трое деток. И вот ты знакома уже с моим мужем, да? Ты видела когда-нибудь? Да, мы знакомы, муж мой знакомый. Да, и вот он, мы как-то больше начали служить в церкви, и он увидел чуть-чуть другую картину. Я хочу спросить, ну вы жили в Украине, и потом переехали в Америку, правильно? Да, мне было 14 лет, 1992 год. Мы переехали в Вашингтон, там прожили три года, и буквально два года назад переехали в Южную Каролину, познакомились с Софией. Ну это так круто, это очень классно. Вообще, другая жизнь здесь какая-то. Никогда не знаешь, кого ты встретишь. А переезды, это уже другая тема, но хочу сказать, что в этом тоже есть благословение. Большое, да. Ну именно почему, вопрос, ты хотела сказать, кто я, я коротко закончу. Ты по образованию, я знаю, что ты училась здесь, когда приехала в Америку, и потом пошла работать даже. Расскажи. По образованию, я была, я закончила школу, я пошла в колледж, я три года училась на Business Administration Accounting. Думаю, это очень непростая профессия. Тяжело было. Было сложно. Знание английского. Очень плохо язык, да. Очень плохо язык я знала. И София, потом очень интересно, что я пошла в банк работать, потом другая, третья работа, и так получилось, у меня детки пошли, мы же поженились. И потом я вообще работала на ВИК-программе, которая ничего не имеет. В общем, ни с Bookkeeping, ни с Business Administration, но то был большой урок для меня в жизни. И на этой же программе там были свои личные уроки, как учиться говорить перед публикой или кого-то, ибоглобин, что впоследствии я очень боялась крови, но впоследствии это приготовило меня увидеть вот эти все Open Heart Surgery, да. Я работала там, трое деток, муж лимонтирует машину, как бы кардоктор, да. И пришёл момент, когда он замолился, Господи, я устал быть тёплым христианином, я хочу познать тебя реально. Пошли мне в жизни в такую ситуацию, в которой покажет тот и живой реальный Бог. И вот с этого и у нас пошла история пазла Лёши. И я думаю, о чём мы можем проходить по каждой главе шаг за шагом. И мы будем спрашивать вопросов. Ольга говорила о том, как муж её помолился. И вы знаете, я прям хочу прочитать эту молитву, если Ольга не против. Это очень сильная молитва. Я думаю, не каждый день люди так молятся. Вообще молятся ли они так? Это нужно иметь очень такую, знаете, смелость. И он так помолился. Боже, я так устал быть тёплым христианином. Я хочу иметь личные отношения с тобой. Пожалуйста, пошли в мою жизнь такую ситуацию, которая покажет мне, кто на самом деле ты есть. Я хочу знать тебя реально. Это очень такая была серьёзная молитва. Я думаю, что от этой молитвы, наверное, Оле стала не очень весело. Оле, наверное, испугалась. У меня была дрожь по телу. Я просто, София, я прочувствовала, что что-то произойдёт ужасное. И я такая, стою и думаю, я подумала, что что-то с мужем произойдёт. Но я же его люблю, я не хочу, чтобы... Первая мысль о мужа была, да? А потом я такая думаю, но он же имеет право разговаривать с Богом. Он знает, чего просит. Я его люблю, я знаю, что он мой Бог. Это была молитва, да. знаешь, с одной стороны, Софияичка, я рада, что у него была эта молитва, вместо того, чтобы оставаться всю жизнь тёплым христианином. Это тоже, можно сказать, своего рода шаг веры. Он не побоялся это сделать. Я хотела тебе ещё один такой вопрос интересный задать. Вот ты выросла в христианской семье, и вас очень многому учили, наставляли. И вот тебе сейчас 43 года, правильно? Мы возраст не скрываем. Оля, у нас очень молодо выглядели. Мне очень нравится, что Ольга, она всегда позитивная. Она настолько вот духом, как будто ей лет 18-16, мне кажется. Она всё время такая позитивная, у неё глазки всё время светятся, она хочет что-то делать, служить, бежать куда-то. И вот мне интересно, вот уже вспоминая всю свою жизнь, какие качества тебе очень сильно помогли справиться в этих трудных ситуациях? Какие качества тебе вложили родители, чему вас учили, принципы какие? Знаешь, София, честно тебе сказать, тяжело ответить на этот вопрос именно, чему учили и что сработало, но на память приходит один момент. Это буквально было года два до этого. И, ну, примерно вот чуть-чуть, месяц-два до этой молитвы может быть, вот примерно вот в это время мы регулярно собирались в моей маме дома на молитву. Каждую среду вечером в 7 часов она же 10 детей у каждого по четверо, по пятеро, по шесть детей. Это целое собрание. Это целое собрание. Я помню, один раз, кстати, приехала тетя Таня. Вот тетя Таня, которая с нами, да? Да, тетя Таня, мы знакомы тоже. Была моя бабушка, были мои дедушки, вот моя мама, тетя Таня, это родственники. Я помню, именно через тетя Таня было пророчество. И она проходит, приходит ко мне и говорит, а запасайся, как бы молись и готовься, потому что, если придет трудность, как устаешь? Да. И потом мы помолились, и подходит ко мне бабушка, и через нее тоже как бы было как бы пророческое такое как-то слово, но она вот так просто мы рассказываем, и она мне говорит, учись смиряться. Мы опять говорим, говорим, она мне говорит, учись терпеть. София, вот это ты знаешь, какой был путь смирения и путь терпения? Это конкретно, это был, знаешь, как Иисус говорил, тебе надо родиться свыше, а тут говорит, а что мне в утровой матери перезайти, да? Что такое родиться свыше? Ты должен до себя умереть. И я конкретно почувствовала глиной в руках коршечника, когда с тебя ноль остается, вот просто ноль. И это вот твое смирение, это твое терпение. То есть это уже может стать, была подготовка такая, да? Я верю, что это не было случайность, я верю, что это был план Божий. Как бы у каждого человека что-то происходит, кто-то на это обращает внимание, кто-то это прячет, кто-то это вспоминать не может. Но именно я такая. Я не могла это спрятать, потому что это была боль, это была боль огромная. Ты, если ты ее спрячешь, просто можно закрыться, в депрессию идти, и все. Но интересно то, что муж-то намолился, а со всем этим разбираюсь я. Но с другой стороны, он тоже очень сильно изменился, он очень сильно изучал. Он узнал Бога по-другому. У него такая была молитва к Богу. Он хотел узнать, какой Бог, кто ты есть реально. И Бог ему открылся, вот на его вопрос Бог ему ответил, а Бог тебя по-другому уже проводил. Это очень интересно, что у Бога к каждому свой, такой особенный, индивидуальный подход. Да, и может даже как-то, вот я когда начал книгу писать, потом на радио, потом конференции, как-то мне так хотелось, чтобы мы делали это с семьей. Знаешь, часто вот люди служат с семьей, но у нас как-то не так было. А муж всегда говорит, я тебя благословляю, я работаю, я деньги зарабатываю, ну я тебя благословляю. И он даже иногда говорит, только меня не свой в твои дела, да? Но я друг с другой стороны вижу, какой рост он проходил. А во время этого он очень много изучал, он конкретно вникал, он задавал много вопросов, мы много себе узнали. Да, по книге можно тоже об этом узнать. потом он начал вообще не сильно служить. И ты свидетель, вот даже в это воскресенье, он начинает как бы новое служение именно по изучению Библии. Я вижу, как эти пути идут, мне всегда может так, как хочется. Исаживается в картинку, вот эти все пазлы, начинает показывать картинку немножко. И может быть, именно сейчас мы будем что-то вместе делать, я не знаю. Но самое главное, чтобы друг друга поддерживать, в развитии таланта. Хоть что это не было, было горе, не было горе, но в любом развитии таланта, я считаю, очень важно человека поддержать. Вот особенно муж с женой. Как я понимаю, тебя муж сейчас благословил на эту твою новую программу. Муж меня действительно благословил. Мне неделю назад Оля написала такое сообщение. Ну, как бы мы перед этим еще с ней встречались пару недель назад, и мы думали об этой книге. И я очень хотела поделиться отзывом, что я прочитала книгу, и, как я уже говорила, у меня настолько переполняли эмоции. Я вот в 4 утра закончила читать книгу, а что мне с этим делать? Муж спит, я даже на это не обратила внимания, я подхожу к мужу, он спит, а я начинаю его будить и начинаю ему рассказывать. Я ему на протяжении того, как читала, много чего говорила, но конец он был самый такой, знаете, я вот ждала, что же там будет. И я вот начинаю ему все это рассказывать. Он сон спит и слушает меня. И я понимаю, что я не могу выговориться, я понимаю, что я должна делиться. Она настолько меня коснулась. И я понимаю, что я не могу написать этот отзыв в двух словах. Это просто невозможно для меня, потому что очень много мыслей, очень много истин, столько здесь тем. И, вы знаете, не обязательно пережить такое горе, такую трудность, как было у вас в семье. То есть некоторые моменты, которые были здесь, они даже могут быть у каждого человека. Кто-то, возможно, потерял своего близкого родного человека, маму, папу, неважно, друга, возможно, какие-то переживания на работе, ещё что-то. И ты понимаешь, что это действительно важно. И сейчас в наше время так вот не хватает поддержки, потому что часто нас запугивают, везде какой-то страх пытаются на нас нагнать, на людей. Но как мало надежды, мало веры. Вот что есть в этой книге? Много надежды, много веры. Вот, Оля, откуда ты брала эту надежду? Наверное, всё-таки всё от Бога, да? Большие вопросы. София, я, можно сказать, знаешь, как плыла по течению. Куда бросала, туда и меня бросала. Потому что у меня была очень безвыходная ситуация, я просто выживала. Ну да, была надежда на Бога, но был момент, когда я была готова сказать, Бог мне не помогает, зачем Он мне вообще нужен? Зачем мне вообще Бог нужен? Было много вопросов к Богу тоже, наверное. Когда было ложное пророчество, когда сказали, что Бог тебя наказывает, и ты считаешь, что ты такой хороший, ты не грешил. Ну честно, ну я так считала, я из верующей семьи, я мужу не изменяла, но я считала, я нормальный человек. Я даже не обманывала никогда, знаешь, если я обманывала, у меня настолько лицо было красное, что, честно, я не говорю, что я такая хорошая, но в тот момент я думала, за что мне Бог наказывает? Ну за что, Боже, но я не воровала. И был момент, когда я вот такая сижу и думаю, особенно после его родов, когда должны были проверить еще сердечко раз и сказать, все ли проблемы там есть. А тут же мы верим, что Бог исцелит, а тут было пророчество, и в тот момент я такая думаю, как жена Лева говорит, так и не Бога умрет, я думаю, он нам не помогает. Все, что меня научили родители, не исполняется, небо закрыто. Я такая мужу говорю, а он только на меня смотрит, говорит, слушай, люди есть люди, Бог есть Бог, а мы будем верить Богу, и Он нам поможет. Знаешь, хочу вернуться к тому, что ты говорила, София, ты только прочитала книгу, и ты поняла, что ты не сможешь отзыв сказать. Не смогу, потому что я понимаю, что это надо как-то продлить, как серию какую-то сделать. Слушай меня, послушай меня, а если бы ты прожила это? Я, почему я писала книгу, я считаю, это был путь моего исцеления, с другой стороны, я понимала, что за пять минут не расскажешь, а оно в тебе вот это все, сколько, семь лет. Я говорила, я даже за час на конференции не расскажу, я даже за месяц не расскажу, это каждый день нес свою историю, поэтому с меня вот перло просто вот это все, и поэтому я ее писала. И да, я иногда уставала, да, я иногда изнемогала, я хотела бросить все. Знаешь, но книга была, конечно, пропитана слезами, во-первых. Я считаю, это очень хорошо, когда ты выльешь вот эту всю боль. Ты освобождаешься и получаешь тоже какой-то мир, мне кажется, покой. Но с другой стороны, когда я писала, слава Богу за моих соседей, которые, я уже не раз рассказывала, что мы 3-4 часа пишем, как бы пишем, но 3 часа мы вот так разговариваем, и он мне говорит, ты вот это написал, «А как ты себя чувствовала? А почему ты не в книге?» И он старался всю боль достать и переложить в книгу. И процесс был, что я как бы исцелялась, но боль досталась в книге. И очень часто, когда человек ее читает, он может просто выразиться, просто найти ответы, просто понять другого человека. Потому что часто в горе, или вот даже вот Самуил делился, особый ребенок старший, да, на коляске, вот знаешь, когда слюни текут расслабленные, он говорит, «Мне было обидно родителей, я прочитала твою книгу, я смог простить». Или же часто мы стоим на похоронах, у друга умерла жена, и ты не знаешь, что сказать. Иногда ты можешь столько наболтать, что ему еще хуже станет. А моя книга, я верю, что она помогает тебе, подсказывает, что говорить, что не говорить. Вот я как раз хотела вот прочитать, здесь такое одно из предложений интересное, это только предисловие книги, но уже на одной этой страничке столько интересных мыслей, и вот о чем здесь говорится. «Я знаю, что чувствуют родители в подобных случаях», это Ольга пишет, «чего боятся и о чем вот пьют в небеса. Им не нужна жалость, но они нуждаются в помощи, участии и поддержке». Пытая эту книгу, я уже говорила, что я тоже очень много плакала, у меня настолько появилось много благодарности за моих деток, что они у меня живые, здоровые, как Ольга уже делилась. Были такие моменты, когда Ольга даже не могла ребеночка на руках держать, я думаю, это было невыносимо больно для каждой мамы даже представить себе такое. И эта книга настолько меня побудила других людей и поддерживать, и вдохновлять. Но у меня всегда немножко был такой страх, как вообще людей таких можно поддержать. Ну вот у меня же нету таких проблем. И когда ты вот, у тебя все хорошо в жизни, у тебя детки здоровые, и ты начинаешь таким родителям говорить, все будет хорошо, я понимала, что эта фраза, это, наверное, недостаточно. Иногда можно своими словами не просто поддержать, а убить просто словесно, и настолько еще больше этих родителей загнать в тупик. как вот у тебя аж были такие ситуации, что как будто люди хотели поддержать, но они как будто этими фразами еще больше боли причинялись. Бывало уж такое? Очень хороший вопрос, но... Сейчас слышите? Слышно надо, да? Да. Очень хороший вопрос, потому что я с тобой согласна, я могла тоже об этом иногда думать, но прямо сейчас момент, вот знаешь, как вот в этой суматохе этого горя, и люди, и все вот это, был человек, который мне говорил, что Оля, да все будет хорошо, да что ты вообще, ну успокойся, дай ребенку все шансы на жизнь, да что ты такое там пересадка сердца, дай ребенку все шансы на жизнь, потому что ты потом себя будешь винить. Когда другие родные от меня отговаривали, говорили, пожалей себя, ты понимаешь, что ребенок будет всю жизнь прикован в больницу, надеется лекарством каждый день, а он мне говорил, да что тебе, да отпустите, ну как бы поедите в госпиталь, сделайте пересадку сердца, это Грил Бастер, это Грил Бастер, и конкретно София, он мне, это была сильная такая поддержка, он такую, он такую энергию в меня вливал, он такую вливал, вливал в меня надежду, что человек, как говорится, average person, мне не мог это сказать. К примеру, очень недавно один человек, близкие мои люди, и предстояла операция, и эта женщина так сильно переживала, так сильно переживала, и когда она мне рассказала, что это за операция, я говорю, слушай, ты серьезно? Я говорю, да это чепуха. Я говорю, по сравнению с тем, что могло бы быть, какие операции очень серьезные, то есть ты смогла уже других поддерживать? Для нее это конец света. Да, я в ее ситуации я тоже бы переживала, операция серьезная. Это связано с сердцем. Но когда я знаю, что прошел мой сын, когда я видела и знаю, что такое пересадка сердца, когда я знаю, что такое Norwood Procedure, это 4 операции в одном на открытом сердце новорожденного, и потом еще я узнаю, что это намного сложнее операция, чем пересадка сердца, то именно та операция, которую я слышала, я говорю, слушай, это чепуха, это серьезно. Из-за этого люди не умирают. Да, ты будешь под наркозом, но это не смертельно. И даже, к примеру, я тоже писала, когда я думала, что конец света мне хуже, чем кому. Но когда я слышала, что у матери по соседству, в палате у ребенка было 6 операций, ты уже получала поддержку, а у меня одна мне становилось легче. Я говорила, слава Богу, что одна, а не 6. Поэтому я слышу твой вопрос. Да, ты хочешь и утешить, но с другой стороны, иногда боишься, что-то сказать. Иногда так хочется вырваться из этой ситуации. Вот я записывала недавно, там еще в Вашингтоне, свидетельство одних родителей, и он говорил, что каждый подойдет и спрашивает, что тут относится, каждый подойдет и спрашивает, как у вас дела с ребеночком, а он у них инвалид. А он говорит, а вы спросите у меня просто как у нормального папы, как у меня дела. Может, я хочу с вами на кофе поехать или на футбол. Говорит, я хочу забыть свою ненормальную жизнь. Хочу жить нормальной жизнью. И когда я читала эту книгу, я немножко начала понимать этих родителей, и конкретно, я увидела, как можно помочь физически, какую помощь можно предложить. Иногда не знаешь, что вообще предложить. Ты думаешь, а я ничего предложить не могу, я же не врач. Но это неправда. Всегда можно какую-то помощь предложить. И в этой книге настолько я увидела, как можно послужить таким семьям. И меня это очень вдохновило. И у меня, вы знаете, немножко начал этот страх уходить, и я поняла, что я тоже могу помогать таким родителям и служить. Я немножко это увидела. И я хочу сказать, что мы, к сожалению, будем уже заканчивать нашу беседу, но мы её продолжим, надеюсь, даст Бог нам в следующий вторник, где-то тоже в это время, в 12 где-то. Мы хотим это сделать, как проект. Мы хотим об этой книге говорить долго, потому что есть о чём говорить. Единственное, я говорю, что-то немножко наша аппаратура тормозит, если вдруг мы сработаем. Мы будем работать над этим. Мы будем работать над этим. Может, придётся нам переписать. Но я очень сильно тебе благодарна, София. Мне это очень нравится. И я очень за тебя. Мы надеемся, что это будет полезно для вас. Мы хотим это сделать, как серии какие-то. Возможно, мы будем брать одну главу и немножко о ней говорить, задавать вопросы Ольге, что она имела в виду, когда писала то или другое предложение. Будем разные вопросы задавать. Я думаю, это будет очень интересно, копнуть глубже. Ольга очень открыта к этому. И она готова поделиться. И я думаю, это будет очень полезно для нас, назидательно, потому что мы видим, что Бог просто эту семью вёл через этот путь, нелёгкий, непростой. Но что это тоже было что-то очень особенное в их жизни. Нам очень было приятно, что вы нас слушали, смотрели. Пусть Бог благословит каждого из вас. Тебе спасибо. Благодарим также Ольгу, что она смогла прийти сегодня к нам и что она делится своими переживаниями. Тебе скажу, ты большая, она надеется. Да, мы будем ещё учиться, учиться. Всем спасибо, друзья. С Богом. С Богом.